Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новость Анапы-регион. Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Весна – время субботников. Основные задачи по благоустройству обозначил во время объезда города глава Анапы Сергей Сергеев. Алкоголь вне закона. Кто должен навести порядок с торговлей левым спиртным? Наше расследование. Посевная под особым контролем. Аграриям обещают не допустить рост цен на удобрения и ставят задачу полностью перейти на отечественные семена. До 1 июля все гостиницы и пансионаты Анапы получат звезды. Об этом на выездном заседании комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма ЗАГС Собрания Кубани, которое состоялось в городе-курорте, сообщила заместитель главы Людмила Терещенко. Мы должны эту работу завершить, потому что, не дай бог, курортный сезон, когда начнут привязать нам гости и окажется так, что их будут не заселять и куда-то приводить в другие средства размещений, конечно, это будет очень негативно сказано в нашем курорте. И этого просто допустить невозможно. Мы прикладываем огромное усилие в этом направлении на самом деле в ежедневном режиме. За этот год нами проделана большая работа. На 1 июля 2014 года было всего 364 предприятия для классифицирования. На сегодняшний день у нас уже 653 предприятия. И вот буквально за этот год до этого было 60 предприятий проглассифицированных. И вот за этот год буквально мы отработали, что их 388 объектов. Я уже говорила, что у нас 146 предприятий, они в работе находятся. Там осталось 100 с лишним предприятий. Как уже сообщалось, классификация гостиниц проходит не только в прибрежных городах. Это связано с тем, что в 2018 году Краснодарский край примет матчи мирового футбольного первенства. Пора ускоряться. Установившаяся солнечная и сухая погода располагает к наведению всеобщего порядка на курорте. Глава НАПО проехал по городским маршрутам и дал поручение своему заместителю, курирующему сферу ЖКХ. Перекресток Краснодарская-Шевченко. Даже при беглом осмотре Сергей Сергеев видит массу проблем. И дает поручение не ждать курортного сезона, приступать к благоустройству и обновлению внешнего облика Анапских улиц. Давайте бордюры начинать красить. Вот смотри на той стороне, видишь, кто-то что-то рыл, бросил. Чей люк канализационный? Водоканал. Водоканал? Надо водоканал тоже привлекать. Пусть это поднимают. Зачем мы неудобство создаем? Мэр обращает внимание на пешеходные переходы. Они не только портят общий вид, но и не отвечают правилам безопасности. Начинать надо от центра. И плюс к тому, пешеходные переходы обязательно умеют массовое пребывание людей. То есть детские, дошкольные, школьные, поликлиника, больница. Там в первую очередь должны быть пешеходные переходы. Потому что, ну, вот это безобразие. Вот уже безобразие. У аграриев не должно быть проблем с семенами и удобрениями. Об этом накануне было заявлено на селекторном совещании по ходу весенних полевых работ под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева. В этом году производители удобрения обязались не допускать рост цен весной. По словам губернатора Кубани, который принимал участие в совещании, хозяйство края полностью обеспечено сельхозтехникой, средствами защиты растений, а также семенами для проведения дальнейших работ. Причем, кубанские аграрии обязаны первыми перейти на отечественные семена. Сотрудники администрации совместно с общественниками пресекли торговлю алкоголем без лицензии в Цибан и Балке. До этого предприниматель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Рейдовое мероприятие. По поручению главы Анапы, сотрудники управления торговлей проводят их ежедневно. Бутылка спиртного и чек этого достаточно, чтобы доказать, что товар приобретен именно в этом магазине. При продаже алкоголя выдается чек, в котором прописано, что продажу ведет индивидуальный предприниматель. Индивидуальные предприниматели не могут по законодательству реализовать алкогольную протузу. Только ООО. По каждому выявленному факту продажи алкоголя без лицензии, материалы отправляют правоохранительные органы для принятия мер к нарушителям. Но, по словам Юлии Хоконовой, часто при повторных проверках комиссия видит те же полки со спиртным и бойкой торговлю. Например, владелец этой точки пояснил, что лицензия находится на стадии оформления. И такой аргумент у каждого второго. Представители администрации вызвали сотрудников полиции. В ходе мероприятия они изъяли 68 литров спиртных напитков. Данный гражданин сейчас пояснил, что в связи с тяжелым материальным положением он был вынужден спустя полтора месяцев заново приобрести алкогольную продукцию, как физлицо, и поставить себе в магазин. Общественники – добровольные помощники в борьбе с торговлей суррогатным алкоголем. Анапчан не устраивает большое количество торговых точек, где льется рекой спиртное. Настоящий суррогат. Риск для здоровья людей. К сожалению, достаточно часто мы выявляем повторные и не только повторные, неоднократные факты незаконной реализации алкоголя в одном и том же торговом объекте. По данным полиции, в 2015 году в Анапе из нелегальной продажи изъяли более 178 тысяч литров спиртных напитков. На 20% больше, чем в 2014 году. С начала текущего года полицейские уже изъяли около 6 тысяч литров. Дальнейшая судьба товара зависит от решения суда. Его могут вернуть владельцу, если он совершил правонарушение впервые. При этом после изъятия предпринимателям ничего не мешает опять пополнить склад и продолжить торговлю до тех пор, пока не поступит очередной сигнал. Трудности, наверное, возникают в том, что санкции статьи всего для предпринимателя от 5 до 10 тысяч рублей по данной статье. В этой ситуации глава города Сергей Сергеев, встречаясь с представителями общественных организаций, просит их активнее сообщать о разного рода нарушениях. А с подчиненных добиваться эффективного взаимодействия с полицией, ежедневно направляя в правоохранительные органы результаты мониторинга. Сегодня наша съемочная группа объехала несколько точек, где еще накануне нелегально торговали спиртным. Днем оказались закрыты. Видимо, хозяева этих лавок оказались людьми, как говорится, информированными. Буквально в эти минуты наша съемочная группа делает повторный рейд по тем же адресам. Все, что мы увидим сегодня, обязательно покажем вам. На Кубани начался весенний призыв. На службу до 15 июня будет отправлено около 6 тысяч наших земляков. Примечательен тот факт, что желающих отправиться в армию в этом году очень много. Большая часть кубанцев будет служить в южном, а также в западном и центральном военных округах. Причем в президентский полк отправятся 20 парней из Краснодарского края. Они прошли серьезный отбор. С сегодняшнего дня на 2 рубля повышается акциз на литр бензина. Для дизельного топлива сбор вырастет на рубль. Напомним, 26 февраля Госдума приняла закон о повышении ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. Это уже второй за год повышения акцизов на топливо. Мы уже сообщали о том, что с сегодняшнего дня возрастут цены на проезд в общественном транспорте. Изменения затронули только пригородное сообщение. Стоимость билета выросла на 15%. По городским маршрутам транспорт будет ходить по прежнему тарифу. Всю интересующую информацию вы можете узнать у водителей маршрутных такси. Правила дорожного движения должны знать все, уверены сотрудники ГИБДД. Теперь пешеходу о его правах и обязанностях будут напоминать информационные таблички на переходах. Сделано это для безопасности всех участников движения и в первую очередь для пешеходов. Таблички повешены с целью безопасности пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Для того, чтобы им напомнить правила дорожного движения. Что они должны делать при переходе проезжей части с интенсивным движением автомобильного транспорта. Ну и как напоминание открыть правила дорожного движения, почитать пункт правил 4 и 5 правил дорожного движения. Изучить его и чтобы в жизни пользовались этим пунктом правил. На нерегулируемых пешеходных переходах таблички будут скорее всего висеть везде. По данным МЧС России по Краснодарскому краю, завтра в крае местами прогнозируется сильный юго-западный ветер 15-20 метров в секунду. Порывы до 25 метров в секунду. Управление гражданской обороны и защиты населения просит соблюдать меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций нужно принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.